Сейчас собрали со всех жильцов по 500 гривен. Будем подавать в суд заводского района, потом в суд городской, потом в апелляционный. По причине той, что вы сказали, что есть выставок. А разрешили на стройку вот таких башен? Нет. Когда строились эти башни, поверьте, сидите у нас во дворе такой списочек. Ой, тут ничего страшного нет. А когда построили, мы тогда ожахнулись и заплакали все. Это агротерминал правильно? Агротерминал, да. А на рисунке нарисовано было совсем все по-другому. Мы же не понимаем, мы же, ну мы не понимаем, как оно должно все строиться. Это разных цветов у нас, вот. Это агротерминал, это будет то же самое. Вот машины, это утро, полседьмого утра. Это наша дорожка, по которой мы врезаемся в будку агротерминала. Пешеходная дорожка. Пешеходная дорожка. И вот мы переходим здесь на дорогу. Но мы взрослые, мы можем обойти, а дети в школу обойти не могут. Вот дорожка, и вот стоит эта будка. Вот машины, это все с утра. Это район мелькомбината, вот забор мелькомбината. Это аж туда тянется вот забор, вот их ворота мелькомбината. Это наша дорожка, по которой мы идем, заросшая метр кружок. Это машины, которые стоят ночью, ночью, ночью. Вот машина сейчас стоит, пописали, пожурчали. Я прошла, я им спросила, вы откуда, с Гондураса или с какой-то страны, с другой. Вот человек идет, хочет спуститься, он упирается в машину. Вот человек идет по тротуару, стоит КамАЗ, и хочет перейти, его сбивает машина. Вот это наш тротуар. Вот, вот, это выбор. Ну, допускайте, здесь дети живут. Здесь... Александр Щедорович, когда вы к нам приходили полтора года назад, да? Сейчас хотят строить какую-то... Галерею. Галерею. Говорят, 275 метров высотой. 8 метров высота, 80 сантиметров ширина и 275 метров... Какое бы оно ни было герметически, как бы оно ни было герметически, все равно будет шум, кукуруза шумит все равно. Вот мы собрали 17 папок у нас, и ваши ответы, что вы нам давали. Мы будем подавать в суд. Мы не можем терпеть. Мы будем подавать в европейский... Кукуруза, подожди. Главный вопрос в чем? Когда строились эти дома? Эти дома строились... Да я знаю, бараки это были. ...морпортом и элеватором. Здесь было 5 зданий. Справа, вот там вперед, если мы смотрим, там ничего не было. Абсолютно никаких промышленных зон. Зона начиналась аж на 1-й Слободской и в морпорту. Теперь нас обложили со всех сторон, и сейчас еще хотят прямо вот в 19 метрах от жилого дома протянуть ленту, по которой будет идти непрерывное зерно. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Мало того, что здесь охлаждение идет, там идет шум, и это пока вы все, и пока мы вызвали сюда милицию, они приехали. Все хорошо, все выключено. Как только все уезжают, можете, мы вас пригласим когда-нибудь, без этого, чтобы вы пришли и собрали пыль. Вот так, два пальца. Идешь утром, по 3-й Слободской два пальца пыли. Это зерновые. У детей аллергия, летом детей вывести нельзя. Вот здесь устроили, на территории бывшего детского садика, устроили склады с химикатами. Вонь такая шума. Вонь невозможная. Если ветер идет оттуда, я, вы понимаете, я, извините, своих детей вывожу внуков на дачу. Я вынуждена жить на дачу. Это вот вам подтвердят все. Я приезжаю сюда, только, извините, постирать. Я вынуждена вывозить на дачу, потому что здесь гулять с детьми невозможно. Дети обращаются, родители обращаются с аллергией, с бронхитами, постоянно. Вылечить невозможно. Как же можно, если зерновые все время выхлопы идут? Аспирации никакой. Я позвонила, я позвонила в экологию, представилась, сказала, она мне говорит, у нас есть дозвел проверять раз в год. Если будет приказ, я говорю, вы просто спуститесь, дым, облако. Она говорит, мы не имеем права. Мы сегодня находимся в ситуации, когда мы вынуждены обращаться в суд, потому что биться здесь уже бесполезно. Нам тыщут бумажки, разрешение, нам за одним числом, как это предприятие, спустя два года, после того, как они запустились, им дали разрешение экологическое на работу, спустя два года, как исключение. И мы знаем, что с этим предприятием будет аналогичная ситуация. Они запустятся, вложены миллиарды, поэтому надо разрешить в виде исключения. Мы этого исключения не допустим. Исключение мы допустим только при одной ситуации. Отселите нас отсюда. Все. Мы теряем свое здоровье здесь. Хорошо. Продолжение следует.